В Иркутском перинатальном центре сейчас принимают женщин, которые скоро станут мамами, но заражены коронавирусом. Таких в больнице сейчас больше 40. В каких условиях они сейчас находятся, узнаете прямо сейчас. От кроватки сына пациентка Иркутского перинатального центра Оксана Тютрина не отходит. Ведь возможности побыть в первые дни со своим малышом у женщины могло бы и не быть. Всё из-за коронавируса. На последних неделях у неё выявили эту болезнь. И сразу же госпитализировали. Победить недуг удалось лишь незадолго до родов. Муж заразил. Он первый заболел, потом я заболела. Я думаю, что не паниковать главное. На ребёнка, я думаю, что это никак не сказывается. Сейчас в Иркутске с коронавирусом находится на лечении 20 беременных и 24 женщины, которые только стали матерями. Ещё одну пациентку с положительным диагнозом везут из Бохана. Роды у таких роженец принимают в отдельных боксах. Врачи и медсёстры заходят в них только в защитных костюмах и через отдельную от пациентки дверь. Всего в Иркутске три таких бокса. Два в городском перинатальном центре и ещё один в областном. Если эти боксы заняты, мы предусмотрели варианты и родоразрешение, грамотное, квалифицированное, как естественных родов, так и хирургических родов на территории гинекологического стационара от ковидного. Значит, там для этого созданы абсолютно все условия. Там же мы оказываем гинекологическую экстренную помощь. Это женщинам, которые могут поступить к нам с кровотечениями, с нематочной беременностью, с какими-то острыми гнойными процессами, инфицированных ковидом. Морально тяжело не только новоиспеченным мамам с коронавирусом, но и всему медицинскому персоналу. Ведь иногда женщинам бывает сложно объяснить, что их разлучают с малышом ради его же безопасности. Хочется с женщиной познакомиться и встретиться в приятной обстановке, когда родится ребёночек, ей его положат на грудь, она будет радоваться. Здесь немножко грустно. С одной стороны, она рада, что она родила, а с другой стороны, грустно, что ребёночка забрали для безопасности ребёнка сразу от неё. И поэтому, конечно, персоналу приходится оказывать не только медицинскую, но и где-то психологическую помощь, эмоционально поддержать женщину. Риска заразиться ковидом здоровым роженицам в перинатальном центре нет. Они не пересекаются с женщинами с положительным диагнозом. А медицинские сотрудники после принятия родов принимают душ и меняют всю одежду вплоть до белья. Ведь врачей в это непростое время и так не хватает. И им нужно беречь себя, чтобы помогать младенцам появиться на свет здоровыми. Ольга Харнутова, Владимир Пинаев. Новости по будням.